Приветствую вас! Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Постараемся найти на него ответ. Итак, живем с мужем два года, мне 33, мы 37. Смотрите, два года вы живете на с мужем. Соответственно, какое-то время, наверное, еще вы встречались с мужем. Соответственно, здесь уместно поднять вопрос о том, что между вами общего. Здесь уместно поднять вопрос о том, что вас объединяет. То есть, ребёнок, ребёнок, это безусловно, это понятно, что ребёнок, это всё хорошо и здорово, что ребёнок у вас есть, что ребёнок имеется, это здорово и хорошо. Но всё же, на мой взгляд, важно именно вот то, что вас объединяет с человеком, что между вами общего. Что вас связывает. Помимо, например, того, что вы муж и муж и жена, и помимо того, что вы сейчас у вас есть ребёнок общий. Вот. То есть, это мне кажется, как, ну, как минимум, важно. Дальше. Полгода назад родилась дочь. Отношения отличные, без ссор, хуже изменен, со свимором, диплом, над вниманием и помощью друг другу, но без секса. Ну, пропажа секса связана со многими вещами, со многими моментами. Вот. В основном, в основном, пропажа связана со потерей безопасности. То есть, от потерей безопасности и повышение, повышение тревожности. Вот. То есть, если у человека повышается уровень тревожности, вот, вот, из-за чего-то, то, к сожалению, пропадает желание секса. Вот. К сожалению. Это изменение вашей модели поведения. То есть, ситуация, при которой вы как-то иначе как-то по-другому стали себя вести. В большей степени, например, вы стали вести себя как родитель. Возможно, в меньшей степени вы стали вести себя как женщина, да, и так далее. Часто бывает так, что мужчина, видя то, как женщина занимается с ребенком, видя как она взаимодействует с ним, просто перестает видеть в ней женщину, вот, и начинает видеть в ней по факту только над своим ребенком. Вот. Это очень комплекс-комплекс-комплексная история. То есть, это история, состоящая из многих, из многих факторов, вот, как так получается, в результате чего так, в результате чего так происходит и так далее. Вот. Ну, опять же, я повторю, что очень важно то, что вас объединяет. Очень важно то, что между вами общего. Если общего немного, то вот как раз-таки трудности. Трудности. Вот. Дальше идем. Значит. С момента рождения дочери секс два раза в месяц, и то из-за того, что поднимается тема, давно не было секса. В принципе, я бы не хотел мужчину, который хочет каждый день, но и не раз в месяц. То есть, хотелось бы два раза в неделю по его инициативе хочется чувствовать, что рядом сильный мужчина. Ну, вот здесь уже, видите, ощущается ваша некоторая потребность. Вот чувствуется некоторая ваша потребность. Вопрос, правда, заключается в чем? То есть, из чего, например, проистекает ваша потребность в сильном мужчине? То есть, складывается такое впечатление, да, что вы сомневаетесь, как будто в себе складывается такое впечатление, что вы как будто не уверены в себе. Складывается впечатление, что вы как будто хотите, вот, чтобы, ну, что вы сомневаетесь в своей значимости, в своей нужности, важности в мужчине. Вот. И если это действительно так, то это вопрос к вам, проблематика это в большей степени ваша. Вот. Это вопрос того, как вы к себе относитесь. Это вопрос того, как вы себя воспринимаете. Вот. Дальше. После города сразу вернулось в свое нормальное состояние, то есть, это не причина его охлаждения к сексу, выгляжу я хорошо. Ну, дело здесь не в физике, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Вот. Дело здесь исключительно в том, как вы себя стали вести. Вот. Мужчины реагируют, как правило, на это. Мужчины реагируют на это. То есть, тревожность и, вот, привлекательность. Вот. Да, не стоит забывать, конечно, еще и о том, как воспринимается ребенок. То есть, ну, грубо говоря, некоторыми людьми, некоторыми людьми, мужчинами, ребенок воспринимается как некий такой фактор, да, влияющий на либиды в том числе. Потому что, например, если продолжать в таком духе, то может появиться еще ребенок, мужчина, мужчина этого может не хотеть. Вот. Ну и так далее. Опять же, многое вытекает в ваших отношениях. Какие они? Дальше. Так, выгляжу я хорошо. Мне кажется, что причиной может быть то, что муж принял роль мамы и папы в семье. Я таких мужчин не видел. Это неплохо. Даже супер, когда папа занимается ребенком в строке, в строке мама. Баберсы и так далее, и так далее, и так далее. Может это так и должно быть с появлением долгожденного ребенка. Ну, да. Но, понимаете, не в ущерб взаимодействиям с родителями. Между родителями, точнее. С другой стороны, опять же, вы можете просто посмотреть, сколько вашему мужу самому нужно секса, да. И как бы уже на это ориентироваться. Вот. Понимаете? Вы можете заявить о своей потребности в сексе, да. И, ну, как бы об этом говорить. Это такой достаточно важный момент. То есть, вы пишите, что разговаривали с мужчиной, но такое ощущение, что он как-то вот достаточно холодно. Холодно отнесся к тому, к тому, что вы, ну, что вы не удовлетворены сексуально, я имею ввиду. Вот. Поэтому, опять же, важно то, как вы ставите себя в разговоры. Что мы будем. Ага. Дальше. Мы об этом периодически разговариваем. Вроде бы все окно, но ровно столько, сколько мы помним, но в разговоре понимаем, что вы имеете ввиду про разговоры. Когда секс имеется, проблем в самом сексе нет. Обломить можно легко, он всегда готов, но сам не инициализирует медленно, но это начинает мешать. В стране нет никого. Ни у меня, ни у него сто процентов. Поэтому мы так предпосправляемся к новой структуре вместо, вместо двух, человека, три и не знаем, что думать. Я думаю, что здесь остальная справленность вам это мешает. То есть, вот, вам это начинает мешать и вы на этом заостряете внимание. Заострение на это внимание предполагает изменение вашего поведения, изменение вашего поведения, предполагает изменение поведения мужа. Если бы вы не меняли свое поведение, если бы вы не заостряли на это внимание, ну, может быть, все бы это само собой и выровнялось. Хотя, конечно, может быть, что-то бы и поменялось, ну, просто потому что все меняется. Вот. Так что я думаю, в первую очередь здесь необходимо решить проблему вашего восприятия. Вот. И проблему удовлетворенности, наверное, потому что вы не удовлетворены. То есть, понимаете, четко-четко поставить вопрос того, что вам нужно, четко поставить вопрос того, что вы хотите, четко поставить вопрос того, в чем вы нуждаетесь, это одно. Вот. И, с другой стороны, вопрос, связанный с тем, что вам больно, вам неприятно, вам, ну, вы болезненно, в общем, болезненно воспринимаете то, что муж, вот, ведет себя, ну, вот, таким образом. Таким образом, вот. Это и то, что вам хочется от него инициативы, да. Вот. И то, что вас задевает его поведение, то, что вас не устраивает его поведение, вот, это все про ваше восприятие. И эти вещи, на мой взгляд, не нужно путать с вопросами сексуального взаимодействия, да, и вопросом по поводу того, как вы воспринимаете своего мужа и так далее. Ну, то есть, как вы его видите, как он вам видится и что между вами общего и так далее. Вот. То есть, мне кажется, что так можно, так можно вам ответить на вопрос. Что касается того, что думать, да, вот, именно того, что думать, ну, момент, момент системы, вот, что думать. Вы уже что-то думаете? Я так предполагаю, предполагаю, вот, я предполагаю, что вы уже что-то думаете, я предполагаю, что вы уже что-то подозреваете, вот. И, ну, на мой взгляд, с вашими собственными страхами, личными страхами имеет смысл поработать. Вот. Потому что это вам будет мешать. Очень сильно. Мешать максимально естественно себя вести, мешать максимально, ну, максимально корректно взаимодействовать с мужем, ну, вот. Вот. Я думаю. Поэтому, обратить вам ваше внимание, я рекомендую, вот, на это, на вот эти вещи, вот, которые я вам сказал. Вот. В целом, конечно, да, ну, нужно сделать анализ, в целом, конечно, надо будет пообщаться с вами, пообщаться с вашим мужем, вот, и выяснить что-то, что произошло, произошло. Вот. Вот. В любом случае, если вы хотите больше активность со стороны мужчины, то вам нужно быть менее, менее активным. Вот. Менее активным, в любом случае. Просто своей активностью, так или иначе, мужчину вы, ну, можете как-то подавлять. Вот. Я уверен, что вы этого не хотите. Вот. Вот. Поэтому, такой вот момент. Мамер. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Удачи. Удачи вам. Удачи вам.